Постоянно испытываю страх, боль, агрессию и полный тлен всей жизни. Я не знаю вообще, жив ли я, у меня некий рассинхрон с этой жизнью, я ее не ощущаю как реальность. У каждого из нас есть интересная история жизни, но не каждый готов рассказать ее людям. Страх, одиночество и безысходность – именно такие чувства испытывал и продолжает испытывать наш сегодняшний герой. Детство, которое у него было, вряд ли можно назвать счастливым, ну или хотя бы беззаботным. Коммуналка, вечно пьяные родители, драки и мысли о суициде. Во все это заново пришлось погрузиться нашему сегодняшнему герою для того, чтобы поделиться с вами своей историей. Меня зовут Александр Жучкин и вы смотрите новую серию проекта «Откровения». Всем привет, меня зовут Елик Вишня, мне 18 лет. И я психически неустойчивый человек из-за того, что я вырос в семье алкоголиков. Ну, стандартная российская ситуация произошла. Отец – тиран, деспот, алкоголик. Постоянно прикладывается к бутылке. Все деньги, которые были в семье и зарабатывались родителями, уходили на спиртное. Постоянно избивал мать, меня. Жуткие картины, когда ты возвращаешься со школы и видишь, как твоя мать лежит в луже крови на лестнице. И в этот момент тяжело учиться, так скажем. Потом и мать начала пить. Естественно, мной особо никто не занимался, не любил, никому особо не был нужен в этой жизни. Был одиночкой, так скажем, с раннего детства, позабытым ребенком. Детство проходило совершенно не по-детски, без диснеевского счастья и красоты. Почему ко мне так относились? Наверное, потому что просто им было плевать. То есть люди сделали ребенка и дальше как бы расти само, как хочешь. И абсолютно пох... У них там свои дела, вот надо приложиться к бутылке. Всегда говорили, учись, сынок, учись, там, за обучением у нас, там, будущее и прочее. Но это было просто физически невозможно. Когда ты сидишь в третьем, четвертом классе на уроке, не выспавшись, потому что всю ночь орала громкая музыка, не знаю, там, Лепса или какой-то еще группы, которые слушают алкоголики. Потом ты сидишь, невыспанный на уроке, вспоминаешь, как ночью была очередная побойка, приходили мусора или органы опеки, которые были постоянными гостями. И просто тупо сидишь на уроке и молишься. Молишься Богу, чтобы ты пришел домой, а твоя мама была еще жива, чтобы ты пришел, а ее сердце билось, и она могла дышать. Что ты не знал, что ей раздавили грудную клетку пьяные жирные руки. Я пытался пообщаться с родителями, с отцом оказалось бесполезно говорить. Человек меня вообще никак не воспринимал как за что-то существующее. То есть все мои речи – это пустота, как будто бы я ничего и не говорю. Мама была другим человеком, то есть отец был жесткий. Мама, когда была трезвой, она была всегда такой мягкой, любящей. Пыталась помогать, не поддерживать словами, но не более. И я с ней общался, спрашивал, мам, ну зачем вы это делаете? Найдите работу нормальную, давайте зарабатывать деньги там, чтобы все было окей. Она такая, да-да-да-да-да, сынок, да. И все кончалось, естественно, тем, что очередная пьянка, побух, и все. И на этом все заканчивалось. Я говорил, все говорили моей маме, то есть я, моя сестра, знакомые матери, мои знакомые, все возможные люди, соседи, полиция. Уйди от него, он тебя топит, просто вот реально топит в этой жизни. Это не жизнь, но это просто не жизнь. И она говорила, да, все, вот с этого дня мы теперь живем раздельно. Пошел он на три буквы, а в итоге ничего не менялось. То есть переносилась бутылка, и она уже веселая, в угаре орет про черте или про что-то подобное. Дело в том, что у меня есть небольшая проблема. Я не помню ничего до 12 лет. То есть до 12 лет я как-то рос, жил. По рассказам родителей и сестры, мы как-то неплохо там жили, не было пьянок, катались за город или даже в другие страны, жили обеспечены довольно-таки. Но я этого всего не помню. То есть у меня такая вот амнезия до 12 лет. Вот говорили мне постоянно и говорят то, что с отцом у меня были хорошие отношения, когда я был совсем мелким. Но я об этом ничего не знаю. То есть я помню этого человека именно вот с момента, когда он уже был таким ублюдком, так скажем. Но это, скорее всего, знаете, с чем это связано? С тем, что самые яркие воспоминания, вот они вот, либо самые агрессивные, самые плохие, либо самые положительные. Наверное, когда я был совсем маленьким, мне это особо было как бы по барабану, я это не воспринимал, потому что был еще юного возраста. И это не заложилось в памяти, а вот заложилось сразу вот это вот дерьмище. И вот, начиная с дерьмищи, как бы никогда не было хороших отношений. Я всегда отрицал, я не считаю этого человека за своего отца. Биологически, конечно, он мой отец, но отец, что такое отец? Отец – это любовь, воспитание, ответственность. А это максимум донор, человек, который просто пожертвовал своего семени для появления человека. Семейные праздники поначалу шли всегда хорошо. То есть, там, веселье, там, приготовление салатиков, там, тортиков, походы по магазинам, покупочки. Они молодцы, они старались сделать для детей праздник. Но всегда и Новый год, и Дни рождения заканчивались одним и тем же сценарием. Под вечер появлялась старая добрая полторашечка, и уже не было родителей. Это уже были другие существа. Даже физически, знаете, как-то видоизменялись они. Чем всегда окончались праздники? Ну, бутылка, ты сука, ты мне жизнь испортила, ты урод, ты, там, не знаю, там, мою квартиру пропил, тыры-пыры, поддых и так далее. Побои. Если удавалось мне или сестре вызвать полицию, приезжала полиция. Но так как наши органы только делают вид, что они работают в этой стране, то, конечно же, даже на 15 суток никого друг от друга не убирали, а просто потом родители самих себя, то есть, с драк между собой, переходили на драки с нами, с сестрой. А ситуация не требовалась вообще для избиения. То есть, человек, когда под градусом, тем более неадекватный, а там реально люди как бы психически неуравновешенные. То есть, да, у нормальных алкоголиков, не психически больных, им нужна повод, типа, там, не знаю, там, типа, колян не хочет со мной бухнуть, там, или там, не знаю, что-то еще, там, зинка-шлюха. А тут не так. Тут просто человек видит другого человека и такой, тебе пи***ь, я тебя сейчас буду убивать. И вообще плевать, потому что это твой родственник. Меня постоянно душили и избивали. Я спрашивал потом, почему, за что, а с утра люди этого не помнят, потому что это уже не было никакого малейшего сознания у людей. Просто в ноль. Если удавалось, там, допустим, выцепить их на неделю трезвости, то, ну, люди либо особо со мной не контактировали, либо там, ой, сынок, там, мы тебя любим, там, все будет нормально, мы больше никогда не будем, это все в прошлом. То есть постоянное обещание, что начнется новая жизнь, вся эта болтовня про любовь, про чувства, про семью, но это просто были пустые слова, потому что люди говорили даже это настолько безэмоционально, что им было плевать, это были как успокоение, и все. В 2016 году моя сестра, мне было уже 14, если я не ошибаюсь, ей, ну, прибавьте 6 лет и сами поймете, сколько ей было, она родила ребенка. И это, наверное, был один из серьезных переломов моей психики, потому что, ну, до того не было никакой своей личной жизни, абсолютно постоянные драки, побои, попойки родителей. И тут приезжает сестра к нам со своим ребенком, говорит, я тут буду жить. Естественно, мне в 14 лет, когда я хочу, там, не знаю, веселиться с друзьями, общаться, просто наслаждаться молодостью, потому что она не вечна, в конце концов. Приезжает она, и к попойкам родителям присоединяется еще крик младенца, все эти обгаженные пеленки. Забавно то, что за полгода до появления сестры с ребенком мама более-менее перестала пить, она долго держалась, там, несколько месяцев. Они разошлись с отцом даже, и, в общем-то, нормально, более-менее, мы с ней зажили, хотя бы было спокойно, стабильно. Она начала со мной общаться, проводить как-то время вместе. Мы, там, ходили туда-то, там, какие-то развлечения. То есть, я, наконец-таки, почувствовал хоть какую-то любовь и нужность в этой жизни впервые за все свое существование. И тут появляется сестра с ребенком, и просто полный вид, что у меня никогда и не было от матери. Я там говорю, мам, а как же я? Давай со мной там тоже сходим, типа, вот, давай там просто погуляем или съездим куда-нибудь там. Обо меня, окончательно, забыли. Ну и это был вот такой первый перелом серьезный, первая, так скажем, психологическая травма, первое осознание ненужности в этой жизни. Естественно, как и подобающее любому подростку, я влюбился в 14 лет. Естественно, любовь оказалась абсолютно невзаимная. Любовь оказалась невзаимной. И, то есть, получается, в школе прихожу, вижу человека, которого я люблю, там абсолютная пустота в мою сторону, полные проблемы с обучением, учителя гнобят, в школе сверстники гнобят за творчество, за то, какой я. Прихожу домой, там крикливый ребенок, пьяная мать. Естественно, мне ничего не оставалось, кроме как попытаться покончить с собой. Первый раз я попытался покончить с собой в 14 лет. Я пошел на рельсы, лег, это был октябрь, был первый иней, серое небо, полная пустота. Я помню свое состояние. У меня было одновременно и пусто. И знаете, такой крик души был внутри. Я просто не выдержал, я заорал, наверное, на пол района было слышно этот крик. Там еще кладбище, есть братские могилы, я там что-то поорал. Потом просто, когда осознал, что к 14 годам я вот такую жизнь имею, а дальше что меня ждет еще хуже, я просто лег на рельсы и лежал полтора часа, ждал, когда меня собьет поезд, смотрел в это серое небо. В этот момент я вспомнил про единственного человека, который меня поддерживал на то время. Это была моя учительница по-русскому. Нестандартная училка, как все, которая, типа, материал отбошлила детям и все, и до свидания, типа, мне насрать на вас. Это действительно был человек, который чувствовал других людей, поддерживал, помогал. Причем она не была классным руководителем, она была просто учительница по-русскому. Но это был человек, который реально чувствовал всегда и пытался помочь. Была всегда веселая, как-то шутила на уроках, пытался подать материал не просто, типа, ча-ща, пишем вот так вот, а с какой-то игрой веселой, забавной, чтобы детям было интересно. Не все это ценили, естественно, в классе, потому что очень много было, извините за выражение, распи***в было, по-другому не описать, правда. Но люди такие, как я, которым было важно отношение к себе, мы это чувствовали, и мы ее очень ценили за это. И я помню, в то время рисовал какие-то комиксы, рисуночки, снимал свои блоги. Все говорили, что это дерьмо. Мои родители говорили, когда были трезвые на пару минут. Там классный руководитель подходил и говорил, типа, ой, да х** ты занимаешься, сверстники то же самое мне утверждали. А вот этот человек мне говорил всегда то, что ты продолжай. Да, сейчас вот так получается. Но у тебя есть какой-то талант, и ты просто продолжай, наплюй на все. Вот эта женщина, она заменила, по сути, мне мать. Того человека, который должен был мне все это говорить. Про то, что я не должен отчаиваться. Про то, что я кому-то нужен. Про то, что я не одинок. Про то, что нужно, несмотря ни на какие преграды или боли, продолжать дальше существовать, продолжать дальше что-то делать. И стремиться к мечте. Матери у меня не было. У меня была учительница по-русскому. Шли годы. Я взрослел. Они старели. Они съехали от меня. Я живу сейчас в той самой квартире, где все это происходило. Они сейчас живут в другом районе совершенно. Тоже в какой-то коммуналке. Очень в плохом состоянии они. И психологическом, и физическом. Им уже по 50. Матери 53. Нужны лекарства, денег нет. Они без работы сидят, постоянно пьют. Не знаю, откуда они находят деньги на аренду и на выпивку. Для меня это загадка, честно говоря. С водителем мы периодически общаемся, но не по моему желанию. Я очень сильно хочу забыть этих людей как можно скорее. Хотя я понимаю, что для меня это очень болезненно и непросто. Особенно забыть маму, несмотря на ее алкоголизм и на плохое детство. Я ее все равно очень сильно любил. Я всегда ей помогал, всегда ее поддерживал. Говорил, что перестань пить, брось отца. И я буду тебя поддерживать в любом случае, что бы ни случилось. Давай как-то вместе. Вместе будем и все будет нормально. Звонят постоянно типа вечером. Сынок, как дела? Как на работе? Я такой, все нормально, мам. Все нормально. Сынок, есть денег? Нет, мам. Даже на еду нет, мам. Нету. Так и живем, мам. Зовут в гости. Ну, приезжаю к ним раз в неделю, раз в две недели. Приезжаю, а они там как в молодости устраивают свои бухие концерты. И просто я будто бы перемещаюсь. Так, опа, добро пожаловать в детство. Поэтому я стараюсь к ним особо не ездить. Мне это не очень интересно. Хватает сейчас других, новых проблем. И возвращаться к старым я абсолютно не горю никаким желанием. Мне все говорят, мне звонили вчера, и друзья, и знакомые говорили. Не ссы, выберешься, все нормально, все будет хорошо, жизненно, долгое. Сейчас будут проблемы, сейчас заживешь. Но я уже прожил 18 лет этого ужаса. И я знаю, что будет дальше. Я вижу свой психологический портрет, я знаю, что меня ждет. Я не хочу так жить. У меня хорошо не было, нет и не будет никогда. Ну что, ребят, только что я вас познакомил с историей Елисея. И во время съемок этой серии в голове у меня сидел один вопрос. Как можно поставить алкоголь выше, чем своего ребенка? Как можно жить в таких условиях и не замечать, что ты находишься на самом дне? Если вдруг меня смотрят какие-то родители, может быть, семьи неблагополучные, то хочу сказать от себя, задумайтесь о своей жизни. Посмотрите, как вы живете и посмотрите, как вы относитесь к окружающим. Мне больше нечего сказать. Меня зовут Александр Жучкин. Вы смотрели новую серию проекта «Откровение». Если у вас есть интересная история из жизни и вы хотите поделиться с этой историей с людьми, обязательно присылайте мне ее в Инстаграм или пишите в ВК, у меня там открытая личка. До скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok